В офисе президента разгорелся скандал по поводу доставки медицинского груза из Китая. Как оказалось, кроме гуманитарного груза для украинских медиков и простых граждан, вместе с гуманитарным грузом самолет АН-225 «Мрия» были доставлены товары для реализации в торговых сетях. Вчера в офисе президента был большой разбор полетов. Виноватым оказался зам главы офиса президента Кирилл Тимошенко, который одобрил доставку гуманитарного груза товаров для продажи в сети «Эпицентр». Которая так и не закрылась на карантин. Тимошенко оправдал доставку коммерческого груза тем, что рейс оплачивали частными сетями, а не за счет средств госбюджета. Следовательно, они имели право на доставку части груза для дальнейшей продажи. В то же время, как оказалось, товары, которые выставили на продажу в «Эпицентре», имеют поддельные сертификаты в соответствии с информацией компании ICR. Следовательно, медицинские товары, которые были доставлены самолетом АН-225 и распределены между государственными и коммерческими сетями, имеют поддельные сертификаты качества и могут не отвечать заявленным характеристикам. Сообщается также, что президент Зеленский не знал о том, что помимо медицинских товаров для нужд государства, самолет доставил груз для частных компаний.